Я умру для мира Радуйся, глубино, неудобозримое и ангельскими очима. Так художественно-поэтично мы обращаемся к Матери Божией, называя ее глубиной, исследовать которую самые ангелы не в состоянии, их способности зрения не достает, чтобы проникнуть в глубокую тайну. Каким образом? Под сердцем Богородицы, после явления ей архангела Гавриила в Назарете, самое божество, не ограниченное ни временем, ни пространством, так сказать, уместилось неразлучно и неслитно, соединившись с прекрасным плодом, человеческим естеством Бога Слова. Как не опалилась у троба Царицы Небесной лучами Божества! Как она, Дева Мария, соделалась палатой, пространившим самих небес, престолом, на котором воссел архиерей великий, Господь Вседержитель, Творец неба и земли, в руках Которого скрепы всего мира. В эту тайну Бога воплощения ангелы приникнуть и желают. Со страхом и трепетом они хотели бы чистым умом уразуметь для себя явление Бога воплоти, но не могут и невольно опускают голову, и как серафимы закрывают крыльями свои огненные очи. Радуйся, глубина, глубина, непостижимая, неудобозримая и ангельскими очами. Наша мысль бесследно тонет в море богословия, и остается не направлять ее луч на исследование тайны, но обращать его вверх, в горе, в молитвенном прославлении и благодарении Пресвятой Троицы. И если Царица Небесная в себе носит непостижную тайну, то и каждый из нас существо, созданное по образу и подобию Творца, существо таинственное. И прежде всего это относится к нашей душе, к нашему сердцу. Что говорит о них Священное Писание? «Приступит человек, и сердце глубоко». Да, действительно, среди живущих на земле людей совсем немногие могут похвалиться, что они познали свою душу, что они испытали собственное сердце, проникли в его извилистые и сокровенные заковулки, что они знают сокрытое в их собственной душе. Ведь без Божьей помощи познать себя самого невозможно. Для того-то великие пустынники, отшельники, молчальники уходили из шумных городов, чтобы, призывая имя Христова, держа его в уме, как можно держать в руке горящую лучину, испытывали свою душу, исследовали язвы, которыми наша падшая природа обременена, и непрестанно взывали Иисусе сладчайший «Просвети мя, Пресвятая Богородица, спаси меня!» И мало-помалу им открывались удивительные тайны, которыми запечатлен каждый разумный человек. «Радуйся, глубино, ангельскими очима, непостижное, неисследованное, неудобозримое, обращаясь так к Богородице, мы призваны уметь всецело вериться Господу Богу, понимая, насколько ограничены наши способности в исследовании самих себя». Вот иной человек начинает копаться затошностью в своих греховных переживаниях. Вспоминая прожитые годы, он находит все новые и новые грехопадения, о которых, может быть, совершенно забыл. Конечно, каждому из нас потребна такая полная исповедь, в которой мы без утайки обличим свои постыдные деяния, в заключение сказав «Каюсь, Господи, и во всех забытых мною неведомых грехах». Но единожды, принеся такую исповедь, христианин должен влюсти определенную меру. Нельзя наивно полагать, что мы можем собственными силами вычерпать все эти гнилостные, затхлые воды греховных чувств, переживаний и слов, все припомянуть решительно невозможно. Вот почему тем, кто очистился через исповедь в ведомых ему хотя бы и давно содеянных грехах, мудрый святитель Игнатий предлагает «Собери все тобой невоспомянутые грехи, забвенные в единый сосуд покаяния, и ввергни его в море милосердия Божья». Нельзя бесконечно носиться со своими грехами, как списанной торбой. Опасно страдать мелочностью и излишней скурпулезностью, отсаживать комара, проглатывая верблюда. Но важно, сознавая себя великим грешником, верить, что пришедший в этот мир ради спасения нашего Христос знает нас лучше нас самих. Поэтому грешно подавляться сознанием множественности и тяжести своих беззаконий, сокрытых в бездне сердечной. Но похвально и спасительно по детски в простоте благодарить Господа Бога за то, что Он, простив нас, приобщает нас при чистом телом и кровью своими, которые, будучи огнем, просвещают недра нашей души, и лучи божества достигают самых заветных и предельных ее уголков. Бог своей любовью согревает испорченное человеческое сердце и возрождает в нем способность любить, целомудрствовать, молиться, даруя нам гораздо больше, нежели мы его о том просим. Настолько Он человеколюбив и щедр и много милостив. Памяты о том, что наше сердце это тоже некое бездна. Не будем почитать окружающих нас людей мелкими и не стоящими нашего внимания. Как подчас тяжел человек в общении с нами, этот угрюмый, этот раздражительный, этот недалекый, этот надоедливый. Будем те сохранять, дорогие друзья, то христианское убеждение, которое учит нас видеть в каждом образоподобие Божье, видеть создание, ради которого Бог пришел в этот мир. Человек не так прост и ограничен, как он нам кажется, потому что за ним стоит Христос. Он человек омыт искупительной кровью Спасителя. Сейчас, быть может, он находится в состоянии для себя противоестественном, сейчас он подавлен собственной ограниченностью, им завладела суета или какая-то убийственная страсть, но так будет не всегда. Жить прожить не поле перейти, может быть, мы застали его не в лучший момент его жизни, но как мудрые существа, памятуя о том, что человеческая личность бесконечно ценна в очах Божьих, сохраняя определенную дистанцию с ближним, будем вверять его бездне Божьего милосердия. Тот, кто развивает в себе такую высоту мыслей, развивает в себе великодушие благородство, сохраняет уважительное отношение к человеку, невзирая ни на какие его недостатки, сам будет находиться под покровом Божьим, и потоки щедрот, благодатное просвещение осенят его, потому что Бог никогда не остается в долгу. Он, видя в нас начатки добра, умножает их бесконечно, руководствуясь им же самим изреченным законом, каков ты с людьми, таков и Бог с тобою. Вот об этом-то, друзья, мы сегодня и размышляем, говоря и обращаясь к Богородице со словами, «Радуйся, глубино, неудобозримое ангельскими очима». между прочим, в этом обращении содержится еще одна весьма ценная для нас мысль. Не на все можно смотреть открытым взором. Современный человек как будто перестал это понимать. Из-за несчастного телевизора, который частную жизнь людей выводит на общее обозрение. Сегодня едва ли негодовалые младенцы, без вины, виноватые, становятся свидетелями и участниками взрослой жизни. А как это вредно? Ведь у людей не остается ничего святого за пазухой. Уметь прятать взор, отводить его в сторону, сказать самому себе, это не для меня, мне это не полезно, я не должен смотреть туда, в эту бездну. Очень грамотно с духовной точки зрения, потому что вседозволенность в отношении зрелищ приводит многих к цинизму, к неверию, от них отходит чистота взора и мысли. Они становятся похожи на демонов, которые пересуживают, смеются, бахвалятся как собственными беззакониями, так и немилосердны в отношении людей. Сама предчистая Дева Мария, как вы знаете, вела очень внимательную и собранную жизнь. Она ограничивала сама себя, устремляя взор либо в бездну своей души, души, своего сердца, либо обращая взор к небесам, а если взирала на людей, то всегда с радушием, участливостью, приветливостью и любовью. Вот и для нас добрый урок, дорогие друзья, нам должно управлять своим зрением, не натыкаться на греховные предметы и зрелища, распаляющие страсти, но всего лучше руководствоваться мудрой русской пословицей, знай себя и довольна с тебя. А там внутри нас самих есть удивительный мир, который подлежит исследованию человеческому, если только мы не опускаемся в бесплодный и безблагодатный самоанализ, но внутренне призываем Господа и Богородицу, прося их просветить наши души и дать нам видение о собственных грехах.